Сегодня 9 сентября, 14.30. Как и каждую субботу, мы проводим еженедельный митинг у посольства России в Лиссабоне. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Она продолжалась 2,5 года. За это время при обстрелах было убито около 17 тысяч мирных жителей, а от голода погибло около 600 тысяч. Это страшный период, когда люди отрывали обои, счищали и ели клей. В это время партийная номенклатура отдыхала в санаториях, где подавали мясо, колбасу, рыбу и вино. Сталин рассчитывал на то, что Ленинград будет сдан, и не хотел, чтобы продовольствие досталось гитлеровской армии. Наоборот, он вывозил из города все, что представляет ценность, кроме людей. Это типичное поведение диктаторов. На этой неделе была раскрыта схема по вербовке кубинцев для войны в Украине. Кубинцы подписывали контракты на русском языке, которого не понимают. Некоторые планировали работать на стройке. По приезду в Россию у них отбирали паспорта и отправляли на передовую. По сообщению Розы Марии Пая, основательницы гражданской инициативы за освобождение Кубы, ни один военный не может покинуть остров без разрешения властей. Поэтому режимы Путина и Мигеля Диас-Канеля сотрудничают, несмотря на то, что власти Кубы пытаются это отрицать. Центр досье на этой неделе опубликовал документы о путинских планах захвата власти в странах Восточной Европы. Например, о том, как бывший президент Молдовы Игорь Дадон согласовывал текст своей речи со спецслужбами России. Многие страны начали понимать, что сотрудничество с Путиным идет им во вред. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость от России была стратегической ошибкой. Лукашенко на этой неделе попытался ускорить работу комиссии по возвращению граждан в Беларусь. Теперь белорусы не смогут получать паспорта, выписывать доверенности и получать апостелированные документы в консульских учреждениях за границей. За этим нужно будет ехать в Беларусь. Ранее Лукашенко говорил, что белорусы могут вернуться. Если эти люди раскаялись содеянным, возместили ущерб, извинились. Недавно мы рассказывали о массовых протестах в Беларуси три года назад. Возвращение для многих белорусов означает арест и пытки. Вспомните Романа Протасевича, который участвовал в управлении протестами. Самолет, в котором летели он и его девушка, был посажен с помощью боевых истребителей. Его, а скорее всего их обоих, пытали до тех пор, пока он не начал работать на Лукашенко. Мы обращаемся к властям Португалии и других стран мира. Окажите содействие гражданам Беларуси. Помогите получить документы, необходимые для легального нахождения в ваших странах. Живей Беларусь! Живей вечно!